В главном клубном турнире Европы сыграны все первые матчи 1-8 финала. Подробный обзор и анализ игр мы подготовили в отдельном материале, который вы можете посмотреть на нашем канале. Здесь же мы представим все результаты матчей. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Краснодар и Зенит — красавцы! Перед ответными матчами 1-16 лиги Европы мало кто мог с уверенностью сказать, что российские клубы пройдут в следующий раунд. Но это случилось. Зенит, несмотря на проблемы с организацией игры, вытащил Сердар Азмун, оформивший в ворота Фенербахче дубль. Счет в матче 3-1. А Краснодару путевку в 1-8 подарил один из лучших джокеров Европы Магомед Шапи Сулейманов. Этот 19-летний парень постоянно появляется со скамейки и забивает. В матче с Байером он сделал это еще раз, роскошно реализовав штрафной. В следующем раунде Зенит сыграет с Вильяриалом, а Краснодар с Валенсией Дениса Черышева. Другие интересные результаты. Киевская Динамо с минимальным счетом переиграла Олимпиакос и вышла в 1-8, где сыграет с Челси. Арсенал после поражения в Белоруссии разгромил дома Батте 3-0 и вышел на Рен. Айнтракт с разгромным счетом одолел Донецкий Шахтер 4-1 и в 1-8 попал на Интер. Вот это будет потрясающая заруба. Лига Европы становится интересной. Перед вами все пары 1-8 финала турнира. В последнее время появляется все больше слухов о возможном уходе Маурицио Сари из Челси. Своё предложение уже готовит Рома. Ну а Челси тем временем без шансов уступил Манчестер Юнайтед в Кубке Англии благодаря голам Эреры и Погба. И проиграл по делу. Уже в АПЛ МЮ сыграл нулевую ничью с Ливерпулем. Но это было зрелищно. Уже в первом тайме Сульшер был вынужден сделать три замены из-за травм игроков. Но дьяволы выдержали. Серьезный прогресс в игре по сравнению с последним матчем с Мерсисайдсами, который был сыгран еще под руководством Мауринью. Парни с канала «Невиданный футбол» побывали в Баку, где сняли новое видео, в котором речь идет про огромные деньги, пришедшие в азербайджанский футбол, командах-банкротах и мировых суперзвездах. Несмотря на это, Баку становится заметным местом на европейской футбольной карте. Через три месяца здесь состоится финал Лиги Европы, а через год Олимпийский стадион примет четыре матча Евро-2020. Что сейчас представляет из себя азербайджанский футбол? Откуда берутся деньги на развитие? Об этом и многом другом смотрите в новом видео. Сари не слушают Маурицу уже не раз говорил, что игроки Челси не хотят его понимать и слушать. Отчетливо это было заметно в финале Кубка английской лиги, где синие встречались с Манчестер-Сити. Основное время и дополнительное команды сыграли со счетом 0-0. Под конец второго экстра тайма вратарь Челси Кепа получил небольшое повреждение, но отказался уходить с поля, когда Сари хотел заменить его на лучше отбивающего пенальти Вилли Кабальера. Итальянец вышел из себя и чуть не покинул скамейку запасных. Страшно представить, какой разговор у него был с молодым вратарем, который взял один удар в серии. Но этого не хватило для победы. Маурицу был близок к первому титулу в карьере, но упустил его. На этом беды Челси не закончились. Из-за нарушений при подписании молодых игроков. FIFA объявила запрет клубу на два трансферных окна. В следующем году клуб не сможет приобретать новых игроков. Кстати, те же санкции грозят и Манчестер Сити. Кто же выиграет АПЛ в этом сезоне? Пишите в комментариях свои прогнозы и пробуйте их на сайте 1xbet. Быстрые выводы и большие коэффициенты. Ссылка в комментариях. Месси спасает Барселону. То, как Барса зависимо от Лионеля, уже пугает. Месси просто спас провальный матч Сивилии, в котором после первого тайма каталонцы горели 1-2. Хэт-трик Лео и его голевая на Суареса подарили Барселоне победу 4-2. Но фанатам есть о чем задуматься. Такая зависимость команды от одного футболиста – вещь нездоровая. Ну а Реал тем временем одержал победу над Левантой 2-1 благодаря голам с пенальти Бензима и Бейла. Фиорентина и Интер устроили шоу. Воскресенье было богато на футбольные шоу, потому многие могли пройти мимо вывески Фиорентина-Интер. А зря. Команды, даже без Экарди, выдали феерическое голевое шоу 3-3. Интересно, что фиалки спаслись на 11-й добавленной минуте. Такие матчи и правда проходят не каждый день. Невероятная развязка! Друзья, советуем всем посмотреть обзор этой игры в нашем Телеграм-канале. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.